В Казахстане 1 декабря отмечают день первого президента. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1991 году, Нурсултана Назарбаева избрали на пост президента Казахской ССР. Уже через две недели он стал главой независимого Казахстана. Многим общественным деятелям посчастливилось лично встретиться и побеседовать с Ельвасы. Среди них и наш соотечественник Жараспай Суэлеменов. О своих впечатлениях он рассказал нашей съемочной группе. Жараспай Суэлеменов в 90-е годы работал корреспондентом Казахского радио. За годы независимости первый президент страны посетил не единожды северный регион. Тогда у журналиста появилась возможность встретиться с ним и взять у него интервью. Времени было очень мало. Я успел задать только один вопрос. Думал, он будет успокаивать народ. А Ельвасы ответил прямо. Сказал, что это тяжелый период и будет еще труднее. Мы должны использовать все возможности, которые у нас есть и быть дружными, трудиться как одна и дружная нация. Это был один из шагов предпринятых Ельвасы Нурсултаном Назарбаевым для объединения народа, сохранения целостности и обретения независимости. С первого дня своего правления лидер нации поставил четкие цели, которые смогли достичь за этот длительный период. По словам Жараспай Суэлеменова, наш первый президент никогда не говорит впустую. Он открыто описывает ситуацию, поощряет людей, и побуждает их работать. Не раз же Жараспай Суэлеменов был свидетелем важных событий. Когда был депутатом мажориса парламента страны, его приглашали на беседу с лидером нации, где обсуждалось будущее страны и развитие языка. В 90-х годах было много слухов. Некоторые наши граждане хотели помешать нашей работе. Но президент смог объединить их всех и обеспечить единство. Главное направление независимости – единство народа и стабильность в стране. Стремясь к процветанию и единству, Ельбасы сделал многое в этом направлении. Человеку свойственно заглядывать в будущее, пытаться распознать его очертания. Нурсултану Абишевичу Назарбаеву удалось это сделать. С ним связывают историческую эпоху расцвета Казахстана и обретение мирового авторитета. Сегодня он для казахстанцев рулевой и мудрый штурман. Алишер Ашимов, Жудзбекир Муканов, Новости МТРК.